Так, у нас Юля Глибка, она же живна, она приехала к нам наконец-то на встречу, мы постоянные партнеры по шведским шахматам, о которых я рассказывал в предыдущих 15 минут. Женя так мучается, так ждал, так ждал. Главный вопрос к тебе, я знаю, что люди очень переживают, конечно, главный вопрос к тебе, когда нам ждать следующего матча. Шведский шахмат, я так и знала, что этот будет коварный вопрос, шведский шахмат, ну это сложный вопрос, Женя. Бортник хочет сыграть, он, правда, об этом еще не знает, но он хочет. Ну тогда, раз Бортник, мы должны договориться, все, пора, хватит меня отсиживать. Мы записали все в чемпионат мира по шведским шахматам сейчас с Артемом, ну что вам, играем там? Не с Амазонкой? Нет. А почему? Ну с Артемом как-то по каёпчикам. Артем по каёпчикам? Артем играет, ну не знаю, вроде Амазонка играла так быстро, а вот так. Мы с Артемом, короче, играем в партию там, и у него, короче, я получаю мат, я зависаю, а у него там, короче, разница 10 секунд. Я говорю, Артем играет, он выносит там на 10 секунд и просто в шахмат. Ну это, Артем молодец, мы прошли отборочный этап. Да, да, мы закончили отборочный этап, сейчас идет чемпионат мира по шведскому шахматам, мы закончили отборочный этап. Мы должны были играть групповой. Ну а со мной очень сложно выговорить. Или стал просто недосягаемый. Ну, обстоятельства. Я и так обычно всегда там было сложно, а сейчас еще сложно. Ну вот, и в общем, мы с Артемом играли, закончили отборочный этап, всех обыграли. В одной партии Артем выиграл за 10 секунд. Всех обыграли. А сколько людей было там? Я не знаю, там было очень сложно. Там как-то турниры, знаете, там была группа, которая вроде бы там 5 или 6 команд, поэтому они менялись по ходу. Потому что оказывалось, что кто-то не играет и их заменяли. А, реально? Да, и получается, мы как бы сыграли тур, наши соперники не пришли. Мы думали, что там плются, а оказывается, что только потом их заменили. У нас и педовый соперник. А, так вы не получили плюзды тех, кто не пришел, вы просто сыграете вместе. Да, да, причем оказывается, что мы еще пропустили эту неделю. А там еще был самый веселый пункт в этом турнире. Это, типа, победа получает тот, чтобы доложил больше усилий для того, чтобы провести матч. Это что такое? Это как? Больше усилий, знаешь? А, то есть, надо просто команда пойти и сыграть. Больше усилий, когда пойти и габора ведешь. А почему нет трансляции? Трансляции? Да. Ну, я не знаю. Ну, я думал делать трансляции на самом деле. Ну, понятно, это не со мной. Артем же не ты, понимаешь? Кто на Артем пойдет? Какой-то международный мастер. Вот, ничего не интересного. Артем Садовский. Артем Садовский. Артем Садовский. Артем Садовский. Да. Ну, что кто еще пришел? Вот у нас Николай, наверное, на встрече. Коль, приди давай. Меня. Главная звезда YouTube. Главная звезда YouTube. Николай Дубавич. Николай, скажите, сколько этих самых запросов на удаление видео вам приходит в день? Нет, ну, запросов таких нет, но два страйка уже было. Одновременно я 90 дней сидел прям на измене. Потому что одна ошибка, когда закончим все. После двух страйков теперь каждый день надо сидеть на измене. Вот. Ну, слава богу, эти страйки уже сняты. Сейчас вроде хорошо, никаких проблем нет, потому что мы работаем, делаем. Но страйки были не от известных людей, то есть от американских стримеров, таких малоизвестных. А ты говорил ему? Нет. Если б Аз Накамура, то, наверное, счастлив было. Ну, старайка Накамура. Только поиски им тут коншот нахер. Ну, а ну, Аз Накамура в целом. Ух ты, вы знаете. Так что, возможно, сегодня у нас будет много интересного контента. Пожалуйста, люди документируют. Ну, ребята, можно? Ну, какую-нибудь озвучку потом? Можно. Можно. Конечно. Кто конкретно тебя запретил, скажу. Ну, тогда соперник будет слышать ходы. Ну, нормально. И свои мысли взял. У нас такой неформальный турнир. Можно общаться. Правильно. Это на втором ходу, да. Можно и пообщаться. Так, Нат. Столько, Гений, давай про Надежду. Про Надежду? Да. Который сейчас нахер в салон. Давай. Нат, прошу. Надежда. За мной теперь здесь сидеть? Да, да. Можете сразу и с вами. Поведствую Надежду Хармунову, да? Она же Костина. Давай. Это главный дан... Костина документы отправить на тебя. Да, да, да. В общем, это главная ударная сила нашей команды. Последней команды битвы. Надя набрала сколько очков? Два часа. Два часа. Одну очков. Это очень сильно. Попала в зачет. Спасибо тебе, Надя, что пришла. Даже Юля не смогла столько набрать. Я на персерках играла. Это Юля на персерках там набирала. Я старалась на персерках. Ну, простенький показатель битвы. Знаешь, что нам не хватило двух очков, чтобы занять третье место. А-а-а. Я просто не знаю, что это битвы. А так вот ты бегла там в топе, да? Мы совсем недавно. Мы с Надеждой сыграли в тренерском турнире. Да? Да. Последний тренерский турнир на ВИЧЭС. Мы с тренерского турнир играли на Диазово Кочко. Я там в гибкою. А-а-а. Потому что по девичеку точно 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 не верно нравится. Да. Так что, мы совсем недавно на ВИЧЭС играли. Да-да-да, я все это помню. Это я присылала. На шоток петов. Петов еще до двух. Да-да-да. Взяла меня. Ты когда две тренеры выполняешь? Ну, в петербурге. Пенсии? Ну, на ВИЧЭС. А пенсия сейчас может быть вообще в любой момент? Мне кажется, пенсии... У меня пенецы. Попробуем. У вас, мне кажется, что... Так, ты что, у нас пенсии может не быть? Не, ну на ВИЧЭС, да, это тоже я наберу. Какая-нибудь. Тоже. Это в течение 10 лет точно нет. Ладно, в течение 10 лет. Двух часов планировали. Ну, а чё, с планетом всех было? 2700-2900? Ты думаешь? А, чё, с планетом? Чё, с планетом. Чё, с планетом? На тебе было? Я как-то играл в матч с Витиком на 600, заморажил Витиком. Это вот Валера, наш модератор, наш главный специалист по... Валера, расскажи, как тебе судьба свела с атомной шахматой? Валера, расскажи. Я начал играть не спорю тебя. И теперь я выигрываю регулярно просто. Ну, мы на разных. То белые, то дамы. У нас белые всегда выигрывают. Так большое количество. Как ты думаешь, атомные шахты могли бы заменить обычные? В принципе, это такая же представительная игра как обычный шахмата, но, конечно, он продукт не будет. Ну, там дисбаланс немного больше игрок. Даже если это был баланс, все равно много вроде получится. Ну, это потому что теоретически сложилось. Ну, понятно, шахматисты, они таки не любят вот таких изменений, я заметил. Да, они консервативные. Они очень консервативные, да. Ну, вот просто как игра, а не интереснее обычных шахматов, если вот как бы не брать? Ну, лично мне, примерно, одинаково бы интересен. Ну, одинаково. Мне просто кажется, знаешь, что они быстрее можно эти решения. То есть, если, например, заниматься профессионалами сейчас, то, может быть, там, знаете, вообще не то, что прогрессировать проще, а просто некоторые дебюты просто будут скоро решены до конца. И сейчас уже, там, на ходе встречи, что один ответ, там, да, на какой-то... Там все дебюты форсированы. Да, да, там дебюты все очень форсированы. Это пойдет, допустим, будет очень длинной теория. Ну, она и сейчас, конечно, да. На сути, если ты хочешь больше играть, то, значит, знает за черных все правильно. Ну, это да. Ну, ты об этом и говорил, что, как бы, наши шахматы, они получаются более... Бариативно, получается. Да, да, да. Ну, и партии в Атоме, в принципе, короче. Короче, не несколько секунд. Там, то, что в шахматах один тренд, в Атоме... Так, ну что, ладно, давайте, какого-то представим. Хочу представить вам еще одного постоянного зрителя моего, а не только моего канала. Это Андрей Савченко. Он же какой-то картинологом считается... Дрэк Студент. Дрэк Студент. То есть, что это значит? Ну, я просто аниме раньше любил, там, драконов любил. Какие-то, понимаешь, из сериала. А потом на шахматы пришел, да? Нет, на шахматы пришел вообще давно. Нет, первый ник у меня вообще был. Из культовой игры Disciples. Такое личо, такое очень мощное существо, короче, в игре. Что-то все время играл, мне нравилось это существо. Что-то, правда, сеяло смерть, это не самое приятное. Надо его сказать, это же брат Бориса Савченко, да? Скажи, Борис не собирается, как бы, начать стримерскую деятельность? Ну, если бы захотел, он давно бы, наверное. Он не хочет. Я сам хотел 10 лет назад начать. У меня не получилось. Спасибо. В одно время я не изучил эту программу, которая с дресс-стримером. В одно время я вообще не знал, что она существует. Я тоже не знал, что она существует. Если бы я знал, я бы начал именно с Новиковым. Я просто бы тоже не знал. И я думал, мы были бы давно уже кто-то со мной. Как и Борис, я бы уже давно и Новикова убил, давно были матчи, что-то раньше было на 10 лет. Типа, что он делает, я бы уже раньше не буду делать. Надо все делать своевременно. Я до сих пор не знаю, все программы. Уже об этом меньше видно. Ну ничего, мы можем это научить. Андрей, лидирует в нашем турне. Сколько тебе очков? В смысле, я лидирую, я два очка потерял. Я тоже два очка потерял. А кто нас лидирует? Мы с тобой одинаково очков придем. Подожди, Надежда я лидирует. У него было 4 из 4, если мне сейчас было. Надежда держит. Я сейчас Надя выиграет, например. Ну как ты говорил в начале. Да. Видишь, Надя в один ход везет прям. Представь, в парке идет, идет, скажем, задача. Называется, выиграй или проиграй в один ход. Есть два варианта. Есть сверзлём и есть сверзлоном. Один ход выиграет, да вы проиграет сразу в один ход. Это нашел правильно, да? Да нашел проигрывающих. Красавчик. Что-то секунд 15 было на этих выигрывающих. Ну нет. Я знаю, ты понимал участие в чемпионатах Москвы, бобжийцев, полуфиналах. Расскажи, какой у тебя самый большой успех? Самый большой успех это в 2011. И самое интересное стоило. Когда мне 18 лет, хотя мне уже было 18, я только приехал в Москву, в Шаршупаль, и отобрался в юниорский. Ну мне сам сказали, тебе 18 лет, ты Барбариса. Ну ладно, да. Давай 17 тебе допустим. У меня уже 18 было. Ну ведь в течении того, что ты Барбариса, давайте вот допустим юниорс. И там я занял то ли пятое место. Еще с Гордиерским, который не был, тогда еще далеко гроссмейстер. Еще с кем-то тоже, который далеко не гроссмейстер был. Соломой там вот таким вот маленький. Там много и кого было, то есть там много сильнее играть, чем тогда. А вот скажи честно, у тебя нет такого вот, немножко знаешь, такого вот неприятного чувства, когда ты приходишь на шахматное соревнование, и тебя везде называть им как брат Бориса. Не, ну... Получается, что как Борис Бориса, ты как бы на втором плане. Не, ну раньше, что всегда мир это так называли. Если, например, какой-то гроссмейстер. Не видел Бориса лет так, не знаю, пять. Видер меня же, говорит, Борис, я такой, ну не совсем. И такой смотрит на мои зла, не имеет, что-то не толк. Я говорю, я, конечно, был рад, но типа потолще чуть-чуть, На 50 килограмм меньше мне весит, поэтому... И то, что там... Я сейчас расскажу самую интересную стоимость чемпионатов Москвы по Блицам. У нас связано с известным стримером Николаем Бласовым. А, Базар-Вокзал. Базар-Вокзал, да. Сейчас много и стоит. Не знаю, ты следишь за этим конфликтом немцев и Базар-Вокзалом там, что они там... Я тоже не слежу, но там какой-то у них там межличностный конфликт. И вот сейчас расскажу историю, которая немножко характеризует Базар-Вокзалом. Был чемпионат Москвы по Блицу, полуфинал какого-то 2000-е начало какого-то года. И... Я там играл, ну и Базар-Вокзал, он был таким известным шахматистом в Москве, его все уважали, но он опоздал на тот. А почему-то судей, там Лохов судил, был такой судья Лохов. И вот... Не, ну это на самом деле известный судья московский. И вот он не очень как бы разбирался в технике, и он почему-то не знал, как включить, короче, Базар-Вокзал в жеребе опыта 2-го тура. То есть только эта программа была, и он просто не знал, как это технически сделать. Ты знаешь, что он сделает? Я говорю, вот что ты сделаешь? Приходит Базар-Вокзал, ты хочешь его включить в турнир, но не знаешь как. А, что бы ты на этом... Что бы ты сделал, да-да-да. Ты суди. Причем в Лочину он явно жеребе опыта не ведет. Нет, жеребе опыта делать сейсмастер, я так понимаю, но он не очень мне разбирался просто, и он не знал, как это включить со 2-го тура. Это понятно, что пол очками тоже никак не подставишь. Да. И вообще нельзя не включить никак, да? Не, ну его можно не включить в принципе, просто он обидится. Ну, первая мысль это устую жереберку, если типа на его... Ну, не на его словах, а на словах зрителей. Устую жереберку, сколько он выиграет. А потом в конце как бы его добавит. Ну типа он там с последнего тура там... Нет, ладно, Локов сделал проще, он просто обкинул первый тур. Я уже думал, что он пересоздал турнир. Да, он осунул первый тур, пересоздал турнир, и это выпустил по-другому. И пусть я сыграл Локов. Да, да. Ну, спасибо, потренировались. Пришел Николай, можно читать. Не, ну, если я помню, это легко лучше все-таки. Ну, в общем... Берешься на листочке, типа, параллельно пишешь... В общем, вот эта история, короче, мне очень запомнилась, каким авторитетом пользовался Базар-бокзал в Москве, что он мог уйти на официальный турнир на чемпионат Москвы, и ради него отменяли, что являлся первый тур. Который уже был сыграл команды. Да, да, да. Пришел, так на паунт-лоп опоздал, все, заново начали. Это хорошо, что да, что он опоздал на 1, а посадишь, что он до 1, до 1,5 гера. Заново играет, да. Да. И, знаешь, так, сидит за лебёвка. Так, с кем я не играл? С кем я должен был играть? Так, садитесь по одному. С кем я должен был играть? Да, да, сеансы, сеансы. Садитесь по одному, да. С каждым сыграем, а потом за лебёвку. Ладно, давай еще кого-нибудь попробуем. Ну что ж, это у нас Денис Морозов. Всем привет. Спонсор канала, постоянный зритель. Денис, расскажите, какие твои планы шахматов, как ты вообще попал ко мне на твою трансляцию? Взял, пришел. Ну, шахматов, конечно, у меня планы большие. Я хочу все-таки когда-нибудь выполнить гроссмейстера. Не знаю, насколько это будет для меня возможно все-таки. Я считаю, что шахматами я начал заниматься уже очень поздно. Мне сейчас 13, я начал играть в 11 с хвостиком. Нет, я уже довоялся, что Киша начал шутить. Так что есть у тебя шансы. В принципе, да. Ну, вот пока играю в классику. Сейчас пришел потренироваться в Блиц. Вот, как бы, такая дружеская встреча. Захотелось поиграть в Блиц, хотя у меня, в принципе, сегодня день такой не игровой. И последние на своих 20 партий на МЧС я проиграла, конечно. Но... 20 партий на МЧС? Да. Подарел? Можно в Блиц? Ну, там она выигрывает. А, там она выигрывает. А, там она выигрывает. Ну, последние 4 дня, правда, проигрываю. У меня... Бывает такое, что я, вроде, играю нормально, обыгрываю 1800 в ваших турнирах, обыгрываю 2D. У меня есть партия в Блиц, там 3 плюс 2 какие-то. Скажи, ты смотришь мой канал? Какая тебе любимая рубрика? Из любимых рубрик у меня, наверное... Ну, разбор дебюта, это... Я занута и заучка. Я люблю все заучивать. Французская защита, да? Ой, французская защита... Мне нужно побольше посмотреть роликов. Времени, конечно, пока не хватает. Вот как раз январские каникулы, но я же все равно на шаг, например, работаю и работаю над школой. Сегодня тоже выходит новый ролик на французской защите. Супер. Прям после турнира поедешь. Отлично. Вот у меня сегодня партия была в пятом туре. Я зимнул пешку в французской. Для девки-то другое. Нет, в смысле вот как раз по теории, где ферзь попадается под вскрытый шаг, если взять ферзем, где размен на d4. И я забыл там теорию. После слона d7 нужно защищать пешку, и в итоге я там пешку проиграл. О, партию выиграл. По флашку. Ну нормально. Это блиц. Уже победа. Уже неплохо. Уже две победы. Две победы? Две победы. Две победы сегодня? Да. Две победы. Не будем спрашивать, как закончатся остальные партии. У меня остальные ничьи просто гасметрят, когда что стоят у турнира. У тебя победы ничья. Да, и все ничьи на столе. Из шести туров. Но я считаю, это нормально, потому что я, во-первых, я не хотела ехать, еще раз повторюсь, потому что... Тебя заставили, да? Да. Ты имя сказал? Меня уговорили, но я приехал, но я не ожидал. Я так понимаю, что все так приехали, потому что людей так много, и мы всех заставили. Я что-то разошелся, я вообще не ожидал, потому что, мне кажется, все-таки люди сильные, и, ну, по крайней мере, выше меня, это точно. И мне играть достаточно тяжело. Ну, ничего, подтянешь, ты будешь у всех, а будешь занимать турниры, будешь играть, тренироваться, на дебют, чтобы ты тренировать. Да, вот, дебют мне тренировать. Тематические турниры нравишься? Да, тематические турниры, не все. Есть, иногда, варианты, которые, ну, мне лично тяжело играть. Там, вот, особо острые, прям, я стараюсь подбирать, наоборот, отступок, если не было. Гамбит Эванс какой-нибудь. Ну, Гамбит Эванс, Гамбит Эванс, а можно, потому что, я его начинаю учить, я хочу, быть дебютом итальянской партии, поработать, потому что, как будто, атака трассера у меня была, тематическая. Ой, нет, я в нем точно не участвовала. Знаешь, как было весело, Артем зашел в Садовский, международный мастер играл, ты партия поиграл, ушел. Тут вообще весело, по-моему, по-моему. Ну, я говорю, мне сейчас немного тяжело играть, потому что, у меня навал в школе. На каком ты классе? В седьмом. У нас жесть полная. Ты как планируешь учиться? Одиннадцать классов? Да. Одиннадцать классов. Я хочу выучиться эти одиннадцать классов, именно поэтому я сейчас хочу поднажать немного ученых. Шахматы я чуть-чуть убрал на задний план, и стал заниматься немного меньше. И чуть больше уделил учебе, но все равно… Ты еще можешь нагнать, потому что фишер начал заниматься в 14 лет, в 13 лет, даже на год раньше, можешь начать, чем фишер. Артем зашел в 17. Да, Артем зашел в 17, чемпионом мира. Но проблема в том, что фишер просто в школу, понимаешь? Да. Но я об этом тоже иногда задумываюсь, если честно. То есть, если ты хочешь стать гроссмейстером, тебе надо идти на какие-то жертвы, нельзя развиваться во всех направлениях. Правда. Это съедает очень много энергии. Я это прекрасно понимаю, но я стараюсь. Я все-таки хочу в ментальном плане немного развиться, и я играю на самом деле только в шахматы. Я в принципе в нарты играть. В год играть? В год я тоже играю. Я начну играть в шахматы. Это очень сложная игра. Если ее начать осваивать, то я считаю, что это быстрее. Одному это очень сложно. Но я играю на китайском сервере, это конечно. Я там в каком среднем уровне достиг, дальше тяжело. Очень сложно. Ну да, я тут прочитал правила, там какие-то дыхание камней, пить дыхание, на самом деле это не так сложно. Правила может не такие сложные, да. Они правда не сложные, их легко понять. А вот сама игра надо делать. Как в шахматы сложнее правила, да? Ну да, в шахматы гораздо сложнее. Там набор правил именно, взятие на проходе, превращение в плеч. Взятие на проходе очень тяжело объяснять. Я вот, например, вот, я вхожу в местный такой клуб, как у Горчукина. И к нам, когда приходят новые щенки, ну, не видать чего-нибудь откидывая, я им начинаю там объяснять правила. А, то есть тебя... Да, я тренерскую работу. Тебя щенюка сейчас заставляет тренировать на себя. Да, да, да. Я тренерскую работу. Слушай, хорошо он там устроился. Мне такую тренерскую работу веду, и когда мы доходим на взятие на проходе, это конечно... Ты знаешь, в каждом втором видео меня пишут, что это за фигня была, когда взятие на проходе? Да, на самом деле, правда, немало людей знает, что такое взятие на проходе, и даже на ИЧСе есть отдельная тема на коробе, что такое взятие на проходе. И там люди прям обсуждают, что такое взятие на проходе. Ну, да, да. Что взятие на проходе. Давай покажем специально... Вятие на проходе, Это вот примерно вот так, когда пешка так идет, и это как... Взять не проходит. Так можно в шахтуках, да. Мой соперник читер, он взял пешку не по правилам. Очень много таких жалоб. Это баг, это баг какой-то программ. Да, 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 да. Здесь очень много таких жалоб, я видел. Я, если честно, сам примерно такой же был в таком же шоке, а когда мой соперник взял мою пешку на проходе, но это было уже давно, когда я только-только начинал про взятие на проходе, ну, вообще я учебники читаю, как бы, но там достаточно, не знаю, иногда не очень понятно описывается, что такое взятие на проходе. Это ты еще не читала писание Мацланома-Конем? У учебника по бланке у меня есть. Мацланома-Конем, он там пытается объяснить, но у него это не очень хорошо получается. И я пытался ставить мат Коня на Слону. Это точно так же, как и научиться играть в бой. Это очень сложно. Да, это очень сложно. Но все-таки, я считаю, это было сложно. Ну ладно, я жду тебя на тематическом турнире по Мацлану-Коням. Да, это было не сложно. Что? Ну, снимаем, что минутки мои сбросили. Ну, ладно. Попробуем. За шесть секунд, а ну, что-то, так? Попробуем. Спасибо. 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 Спасибо.